В цифровой экономике меняется не только способ донесения customer value через дигитализацию процессов, но меняется и сама сущность пользовательской ценности. Если раньше ее драйвером являлись бренд, лояльность или сам продукт, то теперь бренду доверия у людей меньше, лояльность не удерживает, конкуренты могут сделать контекстуальные предложения и переманить ваших клиентов, вы это сами видите. Ну и, конечно же, продукт все чаще и чаще, быстрее и быстрее копируется конкурентами, ведь мы сами работаем над тем, чтобы сократить time to market. Как же в новых реалиях выстраивать стратегическую конкуренцию на 3, 5, 7 лет вперед? В цифровом мире конкуренция сосредотачивается на пользовательском опыте, на customer experience, на всей сумме микровзаимодействий клиента и компании. На протяжении всего его жизненного цикла, с момента, когда он впервые столкнулся с компанией, может быть, прочитал отзыв в интернете или сказал друг, до бесконечности. Что дает Customer Experience Value Stream, то есть производство пользовательского опыта, компании по сравнению с производством продукта? На 55% клиенты чаще готовы платить больше. В 4 раза возрастает желание порекомендовать данную услугу своим друзьям. В 2 раза вырастают повторные покупки. В среднем на 20% увеличивается прибыль. Но как же научиться компании производить пользовательский опыт, если до этого все процессы, вся культура была построена на то, что компания производит продукт. Об этом мы как раз и поговорим на нашем семинаре. Он будет разделен на две части. Первая для топ-менеджмента. Всего 6 часов мы погрузимся в стратегию изменения средств производства компании. С производства продукта на производство опыта. Вторая часть будет предназначена для функциональных менеджеров, на которой мы раскроем секреты и методологию создания пользовательского опыта, выстроенного вокруг процесса принятия решений ваших пользователей. Таким образом, чтобы вы не призывали, не убеждали, а подталкивали их к нужному для вас поведению. Конечно же, используя принципы поведенческой экономики, науки о принятии решений. Интересный факт о Customer Experience. В 2017 году Customer Experience был наиболее часто упоминаемым с аббревиатурой в англоязычных бизнес-изданиях. Для примера, в России наиболее часто используемым словом в интернете в бизнес-изданиях был блокчейн. Субтитры создавал DimaTorzok